Здравствуйте, дорогие зрители! С вами снова Ирина. И сегодня я хочу рассказать вам о том, где и как еще можно сдать тест на коронавирус. В прошлых своих видео я рассказывала про то, что можно сдать тест в СуперФА, что можно сдать тест в БИ, и мы лично тоже сдавали тест в БИ. Но есть еще одна организация под названием Бекуровэ, и они тоже предлагают забор тестов на коронавирус в разных городах. И причем, если СуперФА охватывает всего лишь несколько городов и БИ тоже, то от Бекуровэ эту проверку можно сделать в достаточно большом количестве городов. Давайте же посмотрим. Сейчас я открыла сайт, на котором представлена вся информация. Написано, что стоимость теста 99 шекелей, что очень хорошо. Это даже дешевле, чем в БИ и в СуперФАРМ. И теперь, что нам нужно сделать? Давайте посмотрим, как же можно заказать очередь. Мы здесь выбираем Лезмин БДК. И теперь перед нами открывается форма, которую необходимо заполнить. И что очень удобно, она тоже есть на английском. То есть вы выбираете язык, который вам больше всего подходит. Давайте возьмем иврид и посмотрим, как же это все будет выглядеть на ивриде. Итак, первое, значит, нужно написать свое имя. Затем пишется фамилия. Потом обязательно адрес электронной почты. Именно на него придет результат теста. Номер телефона. И затем здесь уже выбрана проверка PCR, то есть проверка PCR теста на коронавирус. И далее здесь, в этом списке, есть все города, в которых можно сделать этот тест. Например, у нас в Кармеле нельзя сделать этот тест нигде. Я имею в виду в плане Super Pharma или B от Shufersal. У нас, к сожалению, они не открыли эти возможности у нас в городе. И поэтому для нас подходит вот реально только этот вариант. И обратите внимание, в каких городах есть возможность сделать этот тест. Здесь лист, где идет перечисление. То есть большое количество городов. Есть Ашкелон, Бершева, Аждот, Ариель, Кварсаба, Тель-Авив, Рашон-Лицион, Мэвасэр-Эцион, Модиин, Адера, Хайфа, Афула, Вкраетах, Кармель, Наарье, Кераш-Муна, Тверия, Нетания. И в Иерусалиме можно сделать. И в других местах. То есть, короче говоря, вы открываете, листаете список и ищите то, что вам подходит. Я вообще была просто счастлива видеть, что у нас в Кармелии есть эта опция. Потому что в прошлый раз мы, чтобы сдать этот тест, ездили в АКО. Ну, тогда мы вообще даже за 85 шекелей сдали и сделали там определенные покупки в торговом центре. То есть поездка стоила того, чтобы ехать туда. Но в любом случае, в этот раз перед вылетом я планирую сдавать здесь. Когда вы выбираете город, то вам пишут снова, что. Какой адрес, в какое время и в какие дни осуществляется работа. И сейчас в связи с праздниками здесь тоже дается определенное пояснение. Что, где, когда и как, в какие дни открыто, в какие закрыто. Далее. Что далее? Вы можете выбирать день, в который сдавать тесты. Обратите внимание, как интересно здесь уже сразу. Сегодня у меня 15 сентября. Сегодня начинается у нас, получается, вечером Йом-Кипур. Строжайший пост. Все закрыто. И, как видите, сразу же на ближайшие дни, 15, 16, 17, нет вариантов взять очередь. Уже нет вариантов взять очередь на РФСУ-код. Видимо, они не работают. Но на все остальные дни есть. Вот то, что выделено, например, таким жирным, черным, можно. Скорее всего, мы будем сдавать 28 или 29. И здесь мы выбираем дату, время, заполняем форму и продолжаем. Сейчас посмотрим, какими же способами можно заплатить за этот тест. Я думаю, что, конечно же, банковской картой. Обратите внимание, я перешла дальше на следующую страничку формы. Для этого мне пришлось заполнить первую. И здесь продолжаются вопросы. Здесь, значит, требует обязательно написать имя, как на английском в вашем паспорте. Имя на английском, ой, точнее, фамилию на английском, как в вашем паспорте. Именно тот паспорт, с которым вы летите. Будьте внимательны. Потому что именно эти данные будут указаны у вас в результатах теста. Дальше. Дата рождения. Есть ли у вас гражданство Израиля или нет. То есть это очень удобно. Те, у кого нет гражданства Израиля, могут тоже делать тест и выбирать, например, нет. И тогда пишется номер вашего, если, например, нет гражданства, пишется номер паспорта, с которым вы полетите. А если есть, то пишется еще номер Теудадзеута и затем уже номер Даркона. Вот таким образом. Вот. И дальше уже будет оплата. Вот здесь показаны все шаги. Первый, шаг второй, третий будет уже оплата. И четвертый уже как бы подтверждение оплаты и подтверждение брони. Но я уже дальше, ладно, делать не буду. Но вы уже понимаете, что все это очень удобно. Почему? Потому что вы, собственно, ручно вводите свое имя, фамилию, все данные, номер паспорта. То есть это на вашу личную ответственность, что вы все правильно ввели, и никто ничего не перепутает. Мне это так нравится. Почему так сильно нравится? Потому что в Латвии, когда мы сдавали тест, мне, во-первых, неправильно написали фамилию, там от руки писали коровым почерком. То есть дали анкету заполнять не мне, а заполнял человек, который брал тест. Сначала заполняла анкету, а потом брала тест. Один и тот же человек. Вот, и мало того, ошибка была в фамилии, так еще не написали номер паспорта в результатах теста. В общем, было весело. И как бы зная все эти моменты, я поняла, что было много ошибок, нужно было звонить и исправлять. Вот, и поэтому здесь все идеально. Мне так нравится израильская система. Я вам серьезно говорю, друзья. Во-первых, много мест, где можно сделать. Во-вторых, все до такой степени компьютеризировано, четко и ясно. Ты сдал тест, заполни анкетку, пошел, сдал тест, и ты знаешь, что все у тебя будет в порядке, что тебе не надо волноваться. Кстати, многие из этих тестов, которые люди сдают, то есть я мониторю информацию, и сама тоже мы сдавали. В основном, везде и всюду результат приходит за 10-12 часов. Вот эти вот тесты, которые мы сдавали в БИ, Шуферсалет, ой, от Суперфарма тоже приблизительно за 10-12 часов делают. В аэропорту по прилету нам сделали за 12 часов тест. Так что система в Израиле работает хорошо. Я очень довольна и благодарна всем, кто ее разработал. Вот серьезно, говорю, есть с чем сравнить. Так что, друзья, вот еще такой дополнительный способ, где и как сдавать тест на коронавирус. Я желаю вам всем хороших поездок. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok